если ты полагаешь что он там ничего не сделал просто мирно ехал его остановили уложили лицом в асфальт то поверь мне явно так это не происходило в любом случае он что-то там сделал то что они не публикуют видео с камер но я думаю это тоже объяснимо тем более там где ты хочешь замять конфликта им нужно его замять публиковать было бы нецелесообразно зачем это говорит что он приятно как друг друга унижают вы не правы не надо друг другом унижать а просто надо извлечь уроки и на посту не вшивые как вы имеете морально вы имеете моральное право так называть людей зарема амарова поверь мне я имею полное моральное право и называть их так и радоваться тому что они там друг друга унижают полное право я на это имею и я и присутствующие здесь том что правда ли то что говорят кадыровцы про гилаева в комсомольском мол он на второй день штурма села убежал о том что происходило в комсомольском и как себя повел гилаев нужно спрашивать не у кадырова и кадыровцев а у ветеранов тех событий они лучше расскажут о том что там происходило как себя повел гилаев и у меня была такая возможность говорить с участниками тех событий и никто из них никак плохо о гилаеве не отзывался допомил вот сегодня аллах гилаева и всех кто из всех наших муджахидов которые полегли в этом в этих боях за комсомольском у нас были воины темлой вооруженные силы ищики а маджахиды бывают в афганистане и так далее ты не прав дружище муджахид это арабское слово означающая человек делающий джихад муджахид понимаешь муджахид воины которые ты говоришь темлой воины в чечении делали джихад ради всевышнего аллаха они сражались отдавали свои жизни они являются муджахидами скажи почему кадыров направил украину в мгоносце сколько он там городов захватил я не знаю в чем его миссия это наказание или это какая-то иная может быть кому этого целого она но я сразу вспомнил изречение шамиля басаева один участник тех событий первой и второй войны рассказывал что когда они были введено с басаевым после там очередного какого какой-то очередной ротации басаев значит пришел в казарму и уставший лег отдохнуть к и так натянул кепку себе на глаза лег и в этот момент у нас тогда местное было телевидение это время когда введено еще в наших руках первая война введенский район у нас руках городом и большая часть чечни равнина и она уже в руках у федералов и у нас еще есть вещание то есть мы по нашему государственному телевидению еще там выступают наши политики наши руководители и а этот хамбиев тогда был восходовал кем-то там в общем было сейчас его должность не помню и значит включают телевизор и хабиев начинает что-то там на нашем телевидении что-то говорить и басаев так поднял кепку посмотрел и сказал эта война заканчивается а ты так и не увидел ни одного русского вживую сказал хабиеву вслух и дальше лег в общем я вспомнил об этом когда увидел хамбиева в украине я думаю что российская украинская она тоже наверное так и закончится что хамбиев не увидит ни одного украинца вживую на протяжении всей моей деятельности я только и занимаюсь тем что рассказываю о истинном пути этого ахмата истинной сущности ахмата и всех годыровых поэтому я думаю по этому поводу тебя переживать не стоит но в целом и переоценивать этих этот путь там и этих людей тоже не стоит они понимаешь это любая как и любая фейковая пропаганда фейковая идеология она нуждается в навязывании истинная идеология она не нуждается в навязывании наоборот люди к ней стремятся к этой идеологии люди изучают люди ее проповедуют передают завещают а вот все то что нужно навязывать это не работает как только перестают ее навязывать все она заканчивается это как подобно знаете вот этой поговорке плох тот герой геройство которого нужно доказывать вот это примерно такая же история плохо плоха та идеология которую нужно людям навязывать говорят каждый народ заслуживает себе подобного своего правителя значит чеченцы заслужили рамзана русские путину турки ардегана таджики рахмона это же даже ислам говорит ты с этим согласен я с этим в целом согласен но не в том контексте что если значит вы имеете плохого правителя а то вы это заслужили и все значит с этим беритесь нет не не так да это правда что мы получаем то что приобрели наши руки и то есть это мы должны искать причины в себе мы должны исправлять себя то есть мы должны бороться с этим а не так что вот мы имеем того кто засу кого заслужили значит так и должно быть нет да это безусловно это наша вина и мы должны стремиться к тому чтобы это исправить то есть исправить себя в первую очередь и тогда иншаллах как аллах говорит он исправить наше положение если мы исправим сами себя тебе не кажется что шевченко мыслит здраво когда касается внешних вопросов когда касается его безопасности он руководствуется осторожностью ведь он российской федерации живет поэтому такой контракт его в его натуре я с тобой соглашусь в том что он мыслит здраво когда касается внешних вопросов но опять таки даже не так наверно формулировать потому что я не знаком со всеми его внешними взглядами но какие-то взгляды на внешнюю каких-то внешних конфликтах и так далее у него да действительно здравый однако продиктованы ли соображениями безопасности его виляние там во внутрироссийских вопросах или вопросах отношений чеченцев с россиянами и так далее тут я не знаю чем это продиктовано но факт что там он не мыслит здраво это сто процентов сараму брат тумсо ты наверное в курсе насчет последних событий в дагестане касаемо муфтия то скажи пожалуйста народ может сам выбрать духовного лидера республики то бишь не сами там узком ты не поверишь арсен казанов но я не в курсе этой темы я в нее не вникал и поэтому я не знаю что там на самом деле происходит в идеале духовно как бы муфтия духовного человека но не народ его должен выбирать и вы должны выбирать такие же роли по идее вот но в российских реалиях в этом тем более там дагестанском муфтиятие как это должно быть это я даже не хочу на эту тему рассуждать муфтия Субтитры создавал DimaTorzok